Теперь, мне звонит Таня Железова и говорит, мы делаем свой, как он называется, мы, говорит, полезем в инстаграм, я доиспользуюсь, что такое инстаграм, честно, слышу не раз, инстаграм, а что это такое, не знаю, мы там будем проводить, значит, результаты, то есть, ну, может быть, тот же сайт, как у меня. Так, я дам этот вопрос, Даня Валера, пожалуйста, сделайте нам эти самые, чтобы я могла сравнить с импортными, не с импортными, ну, фактически с импортными, так, и как-то наши выделить, почему наши лучше. Ну, вы сами говорите, что наш питомник, наш сад самый лучший в России, вот, ну, кстати, он не самый большой, он лучший по качеству, так вот, я сказал, я напишу, а потом посмотрю сама, я написал, ей назвали отличия. Итак, чужие саженцы, дешевизна и низкое качество. Я, когда я вам показывал эти саженцы, вспоминайте, неудобно в лишний раз трепать название этих питомников, это при том, что это их были, как их назвать-то, это были их, то, что вы видели, ну, рекламные, то есть, на самом-то деле, ещё хуже, то есть, ну, всё, тут сравнить невозможно. Вы видели двухлетние черешню выше. Итак, что у них, 90% южа, они все погибнут, а как они не погибнут, сами догадайтесь, перевозят за тысячи метров южнее, севернее, 10% течественных производителей. Тут есть такая заковырка, мы ещё ниже будем рассматривать, ещё не раз, но я пинаю ещё раз только тех, кто ворует мои фотографии. Уже ясно, что они просто перекупщики. Некоторые не скрывают этого, вот, что мы продаём саженцы лучших мировых производителей. Мировых производителей живёт в Италии, в Испании, вот, и самое северное, это у них Молдавия. Крымчане нет, они сами удается рассылать по стране. Сергей получал, тоже давно мёртвый, вот, и Молдавия, и самое северное. Сербия, всё, дальше пойдём. Ну, я уже не говорю про этих, когда в Средней Азии, я там был зимой два месяца в Тазиакистане, зимой, как таковой, не было. Несколько дней лежал снег, и тот уже растаял. Вот, естественно, куда мы растопились. Так вот, что такое отечественный производитель? Название наше, отечественное. Фотографии только с интернета. Причём, даже если он живёт, этот питомник, в Сибири, я вам покажу. В Сибири, да? Он умудряется продавать вот это, то, что называется, самые лучшие красивые фотографии. Ну, тут же видно с интернета, доказательства я вам тысячу приводил. Вот. А матрица сада нет. Но утверждает, что это родное. Тут стопроцентное вранье. И что получается? Получается следующее. Как говорил Станиславский, помните, режиссёр, знаменитая фраза. Вот она. А теперь давайте смотреть. Там ниже будет ещё сравнение питомников. А я говорю, я пинаю только тех, кто ворует. Вспоминаем мы эту фотографию. Сколько раз вы её видели? Эту фотографию сделана моими руками. Спутать её невозможно. Так. Вот эти фотографии мы видели на... На чёрном сайте. Помните, этот сайт опять без этих... Без фамилии и без названия питомников. Вспоминайте, вот это и вот это. Я нажимал, говорю. Вот этот человек на нескольких... Картинка, они же ещё и маскируют. А не обманешь интернет. Примерно 100-150-200 фотографий с 200 сайтов. И там они, и тут они. А где находится Гарден Марк? Я бы не подцеплялся. Зачем мы подряд в Кране? Находится он в Уральске. Уральске, это граница с Россией, это север Казахстана. Там очень жёсткий климат. Вот. Я больше чем уверен, что у них нет ни этого, ни этого, ни этого. Потому что 200 могут сайтов сказать, это моё. А это 150 сайтов могут сказать моё. На самом деле моё. Почему я это показал? Потому что идём дальше. Если врать, то до конца. Ну, это я бросил в глаза. Потому что они рекламируют. Я только нажал, и сразу высветилось. Тогда я сказал, идём до конца. И они начинают рекламировать то, чего нет в природе вообще. Ну, нету. Вот нету и всё. Нету в природе вообще. Не существует ни одного. Вот. Представляете. На скольких сайтах это враньё? На сотнях. Один раз талантливый художник это изобразил. Вот. Видели? Я сам лично раз 100 видел. Начинаю с бекера и так далее. А теперь я взял. Так получилось, что идёт реклама вот этого. А тот рекламодатель, да? Или кто там делает, ну, отвечает за рекламу. Вставляет рекламу другого сайта. А тут нет моих ворованных. Поэтому я просто взял. И не называю, что это за сайт. Всё. Каратовск, камни. Вот. Ну, фотография опять ворованная. Правда, не мои. Вот. И что вы думаете? Сейчас объясню, к чему я. Поймёте. Смотрели мы, смотрели. И где находится этот якобы питомник. А если он производит саженцы, то получается, это черешня находится посреди Сибири. Говорит нет, в каком городе. Сразу догадаетесь нет. Посреди Сибири. Вот это ещё, ладно. Уральская, это Казахстан. Ну, северная. Там тоже. Там Сибирь. А вот отсюда начинает, да? Вот отсюда. Посреди Сибири. А мы же школьники все были. Вот чем в школе-то надо учить-то на самом деле на биологию? Вот сколько людей купится на это? И за вот эти деньги, и за вот эти деньги. Вот посмотрите. Всё это накупят. Нету таких в природе. Значит, привезут опять с Италии. И эти недалеко ушли. Посреди Сибири вырастили, ага. Да вы хоть знаете, там Нобелевская премия, это даже уборщица в вашем офисе должны получить. Я сто раз говорю, где ваш садовник, садомод, который это всё растит? Ведь это всё надо вырастить. А ведь это же за пределами реально. Это же Сибирь, какая к чёрту? Ну, ладно, скажу, город Омск. Ну, какая к чёрту может быть это, черешня? Во всей Сибири есть нормальный сад. В Боднера? Запоминайте. И несколько саженц взрослых получают деревья Железова. И то уже как дочерние можно назвать. Помните, я всегда говорил, что есть топоровоз, а есть терешка. Так вот, вот это, и всё из-за чего мне это, как бы сказать-то, наболело. Потому что я обидеть не могу. Получается, от меня только бред один, и не польза. Да, можно вырастить в Сибири 100-граммовые эти академики. Можно. Но они-то их не растили. Это на 200 сайтах, это на 200 сайтах. Кто первый это сфотографировал? В какой стране? Возьми этого, что я оговариваюсь, не Ледовитого, а Средиземного моря. Вот так вот, друзья. Ну и когда у нас будут деревья? Вот так вот.